Наша республика богата талантливыми людьми. Музыканты, спортсмены, художники. Сегодня в нашей студии директор детской школы искусств поселка Первомай из Слобозийского района Алла Михайловна Нестеренко. С ней мы поговорим о том, как помочь ребятам осуществить мечту и попасть на танцевальный конкурс в Сочи. Доброе утро. Доброе утро. Итак, хорошая новость. Ребята, которые учатся в вашей школе, попали на конкурс, прошли в финал. Давайте расскажем, что это за конкурс, как вы о нем узнали. Это конкурс хореографических коллективов международный, финал которого состоится в городе Сочи. Сейчас в современном пространстве очень популярны конкурсы онлайн. И мои педагоги, хореографы, они очень часто заходят на такие сайты, смотрят. И конкурсы, которые их привлекают, они высылают записи своих танцев. И мы ждем результаты. И вот этой весной наши педагоги отправили онлайн танцы, но не один. Там разные были и современный танец, и народные танцы, и классический, классического направления. И все они заняли определенные места в отборочном конкурсе. Но отрадно было неожиданно приятно, что один из наших танцев, это танец ГОПАК, украинский народный танец, прошел отборочный тур. И мы получили официальное приглашение принять участие в финале этого конкурса, который состоится с 14 по 16 ноября в городе Сочи. Ну, конечно, интересно то, что это очень престижный конкурс, хотя бы потому, что будут коллективы из разных стран постсоветского пространства, и разные направления будут. И, конечно же, будут мастер-классы для преподавателей хореографии, будут развлекательные мероприятия для участников конкурса. Также будут каждому участнику вручаться дипломы и кубки. Помимо этого, пять лучших хореографов будут отмечены премиями в размере 10 тысяч рублей Российской Федерации. Но самое главное, что приз гран-при этого конкурса составляет 200 тысяч рублей. Есть за что побороться. Мы, конечно, хотели бы попробовать побороться и завоевать этот гран-при, потому что наш коллектив, хоть и не очень давно существует, в нашей школе искусств 3 отделения музыкальное, хореографическое, художественное, но хореографическое самое молодое. Мы только в прошлом году, у нас был первый выпуск учащихся хореографии, и поэтому мы существуем всего 8 лет, но за эти 8 лет наши дети выросли профессионально настолько, что в прошлом учебном году нашими детьми было дано более 20 концертов. Мы участвовали в различных мероприятиях. Нас знают уже не только в Террасполе и в Слободзее, и, естественно, в Первомайске, в Слободзейском районе, но также нас знают уже в Кишиневе. Нас приглашают в филармонию на проведение различных концертов для учащихся общеобразовательных школ. Надеемся, что заявим еще и в Сочи о себе. Да, да, потому что хотелось бы, потому что Россия всегда для нас являлась примером высокого профессионального уровня, и, конечно, хотелось бы посоревноваться с достойными соперниками. Давайте мы скажем нашим зрителям, какой коллектив, сколько там человек, и какая нужна помощь, чтобы мы все-таки ребята поехали в Сочи. Ну, в целом на нашем отделении учатся 48 учеников, но в танце ГОПАК принимает участие 15 детей старшего и среднего возраста. Это 5 мальчиков и 10 девочек, то есть это 5 троек получается. Они занимаются... Основной состав этого коллектива, который танцует ГОПАК, это старшеклассники. Для того, чтобы этот танец был ярким, смотрибельным и профессионально хорошо поставленным, конечно же, трудились и преподаватели хореографии, и наши дети. И очень большую помощь нам оказали родители в пошиве костюмов, потому что костюмы у нас шикарные, мы можем сказать. Они стоили недешево, но мы изыскали такую возможность, потому что и родителям приятно, и нам, конечно. Мы, когда увидели это приглашение, конечно, мы были счастливы неимоверно, но когда начали подсчитывать расходы для поездки, то, конечно, немножко расстроились, потому что сумма для родителей неподъемная, скажем так, для основной массы родителей, потому что само пребывание в Сочи и участие в конкурсе без транспортных расходов нам, каждому участнику, надо заплатить по 11 900 российских рублей. Это в эквиваленте получается где-то около 200 долларов. И, естественно, транспорт еще плюс. Мы просматривали всевозможные варианты. Есть возможность полететь на самолете, но самолет это с пересадкой в Москве, в Сочи. Есть возможность забронировать автобус, но все это выливается порядком тоже около 200 долларов на человека. То есть в общей сложности на каждого ребенка надо затратить по 400, ну минимум по 400 условных единиц. И, конечно, эта сумма очень значительная для наших родителей. У нас, у самих, к сожалению, средств нет. И поэтому мы бы хотели попросить, если есть такая возможность, помочь нам, может быть, на уровне правительства. Не хочу даже лукавить. Мы бы, конечно, очень рады были бы. Надеемся, что нас сегодня услышат. Может быть, услышат неравнодушные спонсоры, которые тоже будут готовы оказать вам поддержку. И наши ребята отправятся в Сочи, достойно там выступят, поборются за главный приз. Даже если не за главный, просто поедут, покажут себя, получат опыт, и все случится. Тем более, хороший почин в этом году есть. Я думаю, да, вы слышали. Рыбницкие ребята, Доредес тоже в этом году новую волну выиграли. Да, да. Это, знаете, такое хорошее напутствие ребятам вашим, чтобы победить. Ну, дай бог, было бы хорошо. Я, конечно, хочу поблагодарить нашего депутата Верховного Совета, Доню Вадимову Михайловичу. Он пытается нам помочь, насколько это возможно. И очень хотелось бы, чтобы к попыткам присоединились люди неравнодушные, которые хотели бы, как и мы, испытывать гордость за нас. Потому что очень хочется куда-то, ну, как бы, показать себя. Если появятся все-таки неравнодушные спонсоры, и мы уверены, что они появятся, как вас можно найти, куда можно обратиться, чтобы помощь все-таки была доставлена? Ну, можно обратиться, во-первых, в Управление культуры Слободзейского района. Это непосредственно наше начальство. Михайловская Наталья Васильевна, начальник Управления культуры. Можно обратиться напрямую к нашу школу. Мой телефон 3-7-4-74-41. Можно обратиться в студию к вам. Да, пожалуйста, мы будем готовы. И мы с вами будем тесно сотрудничать. Можно прямо напрямую в школу приехать, если хотят. Мы им покажем, какая у нас школа, в каких условиях занимаются дети. Это Первомайск, поселок Первомайск, улица Ленина, 97. Это нижняя часть поселка, буквально перед таможней. Налево заворачиваем, и там третий дом. Я думаю, кто захочет, точно обязательно найдет. И мы надеемся, что найдутся неравнодушные люди, и все случится. Спасибо вам большое, что поделились. И этой радостной новостью, и своей просьбой поддержать ребят. Спасибо, что это утро провели вместе с нами. Примите небольшой презент на память от нас и наших партнеров компании Тианде. Удачи вам, и мы надеемся победы. Редактор субтитров А.Семкин. Продолжение следует...